Поздравляем! Поздравляем! Наш президент, вас на всю правую честь! В первой половине следующего года, взамен всеми любимого 94-го закона, надо принять федеральный закон, предусматривающий создание федеральной контрактной системы. Поздравляем! Победа! Поддерживаем! Новые процедуры государственных и муниципальных закупок должны обеспечить высокое качество исполнения государственного заказа. И препятствовать формированию монопольно высоких цен и многомиллиардных коррупционных схем. В целях дальнейшего противодействия коррупции, считаю правильным ввести контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и некоторые должности Федеральной Государственной Службы. В тех случаях, когда расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам. Наш президент Владимир Владимир Владимирович, правая честь! Ура! Победа! Победа! Речь идет о декларировании крупных расходов на приобретение земли, другой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг. Введение данного положения вместе с установленными в уголовном законодательстве кратными штрафами, увольнением в связи с утратой доверия при совершении коррупционных правонарушений и другими уже принятыми мерами, по сути, является реализация идеи Конвенции ООН против коррупции о восстановлении ответственности за незаконное обогащение. Причем, эта ответственность устанавливается в соответствии с принципами именно нашей правовой системы. Также считаю правильным рассмотреть вопрос о расширении перечня лиц, чьи доходы подлежат декларированию. Наша Россия! Победа! Наша президент! Ваши силы права и честь! Кроме того, нам нужно продумать, как наряду с уже существующими мерами, я имею в виду и кратный штраф и конфискацию, радикально снизить экономическую заинтересованность в совершении корыстных преступлений. Наконец, считаю целесообразным ввести ограничения на совершение сделок между государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники руководителей соответствующих государственных органов и компаний. Прекрасно! Победа! Наша Россия! Наш президент! Ваши силы права и честь! И, к сожалению, в нашей стране огромна! Четвертое! Завершается полномасштабный переход к бесконтактным технологиям документа оборота при реализации государственных функций и оказании публичных услуг населению. С 1 июля следующего года на электронное и межведомственное взаимодействие должны перейти все регионы и многие муниципалитеты. Расширяются возможности граждан получать многие государственные и муниципальные услуги дистанционно, в том числе через использование соответствующего интернет-портала и с помощью универсальных электронных карт. Уже через несколько месяцев их пользователями станут миллионы людей, самых разных, включая отдаленные регионы нашей страны. Продолжение следует...